Так депутаты Одесского городского совета пытались попасть на сессию областного. По озвученной версии, именно из-за этого заседания задержали на полтора часа. Руководство совета и губернатор настаивали, чтобы городские избранники, группа депутатов от ОПЗЖ, проследовали в ложу прессы. Последние хотели именно в сессионный зал и даже выдавили стекло на дверях. Дальше их не пустила Нацгвардия. Депутаты имеют право в рамках своего избирательного округа, а наш избирательный округ – это город Одесса, на беспрепятственный доступ во все государственные учреждения. И особенно отдельно прописано, что имеют право принимать участие в сессиях местных органов самоуправления, к которым относится Одесский областной совет. Пока городские депутаты штурмовали двери, в сессионном зале также не было скучно. Еще до начала сессии представителям оппозиции не понравилось, что на удостоверениях печать стоит не на краю фотографии, а прямо на лицах. Но скандал удалось замять. Руководство совета согласилось переделать удостоверение, сославшись на ошибку технического персонала. Все это мы исправим. Я от имени областного совета приношу извинения за то, что так произошло. Это недоразумение, оно будет исправлено. Сегодня все получат новое удостоверение. Это вообще не вопрос. Все будет нормально. Далее у одного из депутатов от ОПО-платформы украли карточку, которую он оставил в системе голосования. Вскоре карточку нашли. Протестировав систему, которую восстановили после боев на предыдущей сессии, наконец-то перешли к повестке дня. Как оказалось, технари поспешили. Опять же, с целым рядом скандалов повестку утвердили и ушли на перерыв, после которого оппозиционеры заблокировали трибуну. Главные претензии – недопуск в сессионный зал депутатов других советов и внесение с голоса в повестку дня – ряда вопросов. Но безвыходных ситуаций не бывает, уверен глава совета Григорий Диденко. В связи с тем, что наши коллеги не дают нам работать по системе голосования, я внушу предложение голосовать руками. Прошу поддержать. Решение голосовать руками помимо фракции председателя «Слуг народа» поддержали, доверяя делам «Евросолидарность» и «Батькевщина». Закончилось все прогнозируемо. Вы безнадца! Вы безнадца! Вы безнадца! Жень чемпион! Жень чемпион! Это позор! Позор! Позор, люди! Позор! Позор! Так как не успевают до конца этого года принять финансовый план на год следующий. Соответственно, в январе 2021 года область будет жить по усредненному показателю 2020 года, то есть 1,12 от общего плана. Также облсовет отменил решение депутатов прошлого созыва относительно увольнения Александра Ройдбурда с должности директора Одесского художественного музея. Соответствующий проект решения был внесен с голоса. Его пролоббировали «Евросолидарность» и доверяя делам.